Борис Леевич Бланк у меня в гостях сегодня. И я хочу, прежде всего, сказать вам, как я вас люблю, Борис Леевич. Причем задолго до знакомства. Я смотрел почти все советские фильмы, как мне кажется, по мере того, как они выходили. И еще даже не зная, что это вы, я просто любовался, как они были оформлены. Только потом я узнал, что они оформлены народным художником РСФСР Борисом Бланком. Стакан воды, мой ласковый нежный зверь, простодушный и фильм-успех, который я очень люблю, в котором, вкратце, напомним, происходит следующее. Там режиссер из Москвы приезжает в провинцию и ставит чайку. В провинциальном местном театре. Играет его Филатов, этого режиссера, главную роль. Ну и там куча всяких прекрасных актеров. Удовиченко, Фрейндлих, Збруев, Дуров. Да, правильно? Ромашин. Потрясающий. Я помню, что меня потрясла эта история. Ну, во-первых, история очень хорошая. А во-вторых, меня потряс контраст между обыденным миром, в котором они живут, там коммуналков, которые они празднуют, вот этот театр такой не очень казистый, провинциальный. И совершенно потрясающий и светлый фон и костюмы, и все-все-все, оформление вот этого самого спектакля, который ставит режиссер. В связи с этим у меня вопрос. Как это соотносится с оформлением аналогичного спектакля Эфроса на Таганке? Отвечем. А я его не видел. А почему не видели? Ведь вы же были где-то рядом в это время. Я был в это время где-то рядом, но это не обязательно я должен смотреть спектакли. Чужие спектакли? Я делал в том, что я не так много смотрю спектакли, потому что не очень люблю чужие спектакли. Своих до сих пор хватало. Понятно. Наслаждаться. А на Таганке вы сделали, как художник, два спектакля, да? Три. Три? Галилей? Нет, «Добрый человек» из Сизуана, потом Евгений Онегин и театральный роман. Театральный роман это уже... это в какие года? Это конец 90-х как минимум. Так же, как новая редакция, которая любима к делу «Доброго человека» из Сизуана, это тоже конец 90-х. То есть это все после его приезда из иммиграции. Понятно. У вас там были сложности, я знаю, в отношениях. Были, но они были совершенно естественные. Я видел ваши работы современные. Да, вот «Римская комедия», «Трагедия», как она называется, правильно? Римская комедия. До сих пор это была комедия. До сих пор это была комедия. Ну, она, да. Там есть смешные места, но вообще не очень, по-моему, там все весело. Совершенно невероятная декорация, которая поворачивается так-сяк. И абсолютно понятно сразу, что это Рим. Но при этом это еще и какая-то пирамида. Вот скажите, пожалуйста, как это все происходит? Очень интересно. Это обсуждается с режиссером на каких-то ранних стадиях? Вы это придумываете сами? Или наоборот импульс идет от режиссера? Ну, я это обязан придумать сам для начала. Потому что этот художник на то и существует, чтобы предложить режиссеру некое пластическое видение, некую сценографию, в которой режиссер чувствовал бы себя, с одной стороны, ему было бы удобно в ней, а с другой стороны, она образно должна нести некие, так сказать, позиции самого режиссера, те, которые он хочет вложить в эту постановку. Поэтому, ну, художник должен предлагать, режиссер дает пьесу. Я, как правило, никогда не спрашиваю, что бы он хотел, режиссер, потому что я считаю, что я должен придумать сам. Если это будет не близко режиссеру, хорошо, я понимаю, надо делать, надо все менять, потому что нельзя навязывать режиссеру что-то чужое. Он просто не сумеет, даже если это блистательное решение, которое вы предлагаете режиссеру, но вот это не его, ничего не получится. Но даже когда это совсем не то, то я уже понимаю, от чего отталкиваться. Потому что я считаю, что любое коллективное производство, несмотря на то, что примат режиссера существует, но оно существует на разных дарованиях, которые должны сходиться и оплодотворять друг друга, а не обслуживать друг друга. Потому что и обслуживает, как правило, дизайнер. А художник, он нет, он не обслуживает, он пытается свое видение глубины проекта выдать. Ну, а дальше все зависит от того, сработал все, с режиссером близко, то, что ты делаешь ему, или не близко, или ты способен встать на его целиком, так сказать, тропу мышления, тропу войны его, и абсолютно как бы раствориться. Это по-разному происходит. У меня происходит, вот, я придумаю. Придумать надо еще, вот, с Хомским. Хомский человек был очень, ну, очень образованный режиссер. Очень образованный. Это Хомский, это режиссер римской трагедии. Он очень многое знал, очень многое помнил, и очень много видел, и очень много ездил. Вот, и бывало так, что я приношу какое-то решение изобразительное, декорационное, сценографическое. И он говорит, ой, мне это очень нравится, но, ты знаешь, в таком-то году у такого-то, кажется, вот такое что-то подобное было. Для меня это абсолютный стимул, чтобы все это переначить заново, потому что, ну, что за свинство. Я же не могу, так сказать, повторять, иначе я перестану верить в тебя, и я верю, что я могу придумать только то, что свойственно мне. Поэтому я тогда это, так сказать, переделаю, безусловно. Очень много аспектов, которые художник должен продумать. Он должен продумать, насколько его решение дает возможность не заценировать режиссеру, чтобы ему было удобно жить в этой конструкции. А может быть, вообще не нужны конструкции, может быть, нужно просто... Вот как любимого для доброго человека Сизуана было время, такое время, когда после некого, знаете, позднесталинского классицизма на сцене этой бутафорской пыли, вдруг нужен был простор. Надо было как бы все убрать и отказаться от всего. Поставить минимум намек. А иногда просто хочется, чтобы открылся занавес, и зритель сошел с ума от красоты. – Обычно у режиссера все-таки, когда он приступает к спектаклю, уже есть в голове какой-то образ того, что он хочет видеть на сцене. Вот это входит в конфликт, это оплодотворяет художника за тем, чтобы он потом это вернул. – Меня это поначалу, я даже прошу меня этого не рассказывать. Принципиально прошу мне рассказывать. Иначе я не внесу свое. А может быть, я вдруг предложу какой-то новый совершенно взгляд, который художник удастся. Вдруг неожиданный режиссер неожиданные возможности. И неожиданный поворот вот этого театрального действия. А уже потом, если ему это органически неприятно и неинтересно, и не близко, уже потом я тогда начинаю пытаться проникнуть в его четкий замысел. – Борис Леопедович, вы активно работаете в куче театров Москвы и окрестностей, вплоть до Смоленска или еще дальше, и за границей. – Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, чего не хватает современному театру? – Ну, во-первых, должен сказать, что все, что я могу сказать, все это субъективно. – Конечно, я вас и спрашиваю. – Да, очень субъективно. И мне даже не всегда удобно это говорить, потому что настолько мое личное ощущение, и настолько оно питается иногда моей собственной желчью, характером, что оно бывает… – Мне можно сказать. – Необъективно. Но должен сказать, во-первых, я не могу сказать, что я большой знаток всего того, что делается. Нет, это не верно. – Какие-то, например, спектакли очень известные я смотрел по телевидению вдруг, по культуре. Какие-то смотрел живем, какие-то вообще не смотрел. – Как Чайку Эфроса? Вишневый сад, да, у него был? Вишневый сад. – Ну, не смотрел, не смотрел. Я вообще даже не уверен, что я видел хоть один спектакль Эфроса в театре. Я видел по телевидению, что можно сказать. Практически театр, как и любой вид искусства современного, это касается и живописи, и театрального оформления, и кинематографа. Все больше и больше, ну, это естественный процесс, входит и будет входить в некую систему дизайнерского видения. Дизайнерского видения. Когда технологии начинают приобретать очень большое значение, технологии начинают диктовать. Зритель, который видит эти технологии, так сказать, и видит технологически все более и более совершенные спектакли, ведь он ненасытен. Когда ты ему предлагаешь оболочку, а не втягиваешь его вглубь некоего действия, да, то он начинает дальше требовать оболочку еще более эффектной, еще более и хуй. Это процесс неосновимый, и, к сожалению, он в самом деле неосновимый. Объективный, очевидно, процесс перерождения общественного. Это можно нравиться, не нравиться, но это так и есть. Сражаться с объективным ходом бесполезно. Поэтому надо просто отнестись к этому, ну, как к факту. Что, например, простая вещь? Экран на сцене, примитивный и актер на сцене. Для чего мне экран? Чтобы увидеть биологически укрупненный его план, чтобы увидеть вплоть до пота, который у него... Чтобы проникнуть с биологией его состояния. Суть актера на сцене, что он сам магически притягивает своей личностью. Что его не членят на крупный план или на план его руки. И это не кинематограф. Кинематограф всё-таки в значительной степени массовая культура. А театр искусства в чистом, почти в чистом виде. Поэтому тенденция это начинает. Я мог бы сейчас приводить много спектаклей, и в том числе и московских режиссёров. Но я думаю, что не стоит, потому что, знаете, они жутко все обидчивы. Я бы мог хлёстким словом назвать всё это некой эстрадой. Я же не прошу сказать, чего в театре лишнее. Я прошу сказать, чего в театре не хватает. Я назвал бы это концептуальные эстрады. Концептуальные эстрады? Да. И это всё. Есть ещё документальный театр. Есть много интересного. Нет. Документальный театр – это другой театр. Это другой театр. У него другие задачи. У него задачи публицистики. У него гражданские. А это можно всё равно назвать театром? Театр ДОК, например. Это всё равно можно назвать театром? Вот у меня вопрос. Я не знаю, честно. Я скажу, это условно театр. Это условно. Но если он существует, есть актёры, сцена, реквизит, материал, которым эти актёры пользуются, всё равно они несут своё отношение к этому документальному театре. Они передают его зрителям. Если же мы тут же перебиваем их хрониками, экранными… Но у них, как правило, этого нет, конечно. Там это всё и дело. Если мы перебиваем их хрониками, что, казалось бы, логично, да? Если мы вводим некие цветовые засветки, ошарашивающие, ошпаривающие, может быть, всё может быть. Но это переходит в шоу. Шоу – это другой жанр. Мы вообще сейчас запутались в жанрах. Могут сказать, ну и что? Подумаешь. Интересно, интересно. Интересно. Иногда интересно. Но иногда ты вдруг понимаешь, что ты теряешь ценность того, как сейчас говорят, продукта, который называется театр. Ты получаешь шоу-продукт. Ну что ж, я такой же продукт начинаю получать у звёзд эстрады. Понятно, понимаете? Это, ну что это, такая тенденция? Она неизбытна. И когда мне говорят, что же делать, так сказать, я говорю, предоставить им делать что угодно. А кого поддерживать? А поддерживать только тех странных монстров, которые вдруг являются, ещё сохраняются, как носители искусства. То есть носители рук, мыслей, интонаций, своей собственной пластики. Значит, я скажу прямо, глядя тебе в глаза, без очков, значит, скажу тебе следующее. Мы с тобой, помнишь, познакомились практически случайно. И я поэтому не относился к тебе тогда серьёзно. Но сначала я прочёл Ноэн, совершенно случайно. Это такой был сценарий. Ты знаешь, он меня поразил. Это был библейский сценарий, причём ветхозаветный, в нём была тяжесть. Можно, раз уж вы начали про него, я произнесу, я очень люблю это делать, я произнесу аннотацию к этому сценарию. Она хулиганская. Можно, да? Человечество гибнет в результате всемирной экологической катастрофы. Только одна семья успевает спастись, предупреждённая высшим разумом. Их восемь человек в одной лодке. И они знают, только секс спасёт человечество от всеобщего вымирания. Сказал? Ну что, это кредо я выслушал. Но должен сказать, что если бы это было только так, масштаба нет. Масштаб – это когда много всего, а там много всего. В общем, это грандиозно, это меня просто потрясёт. Я понимал, что это нереально осуществить, по крайней мере, у нас. Это я понимаю, и до сих пор нереально. Знаешь, как сказал Суслов, тот партийный, помнишь, был? Ну, слышал в детстве. Что он сказал Гроссману по поводу его жизни и судьбы? Он сказал, ну, вы знаете, одно могу вам обещать, что в течение ближайших двухсот лет это опубликовано не будет. Ну, ошибся на сто пятьдесят. Ну, ошибся на сто пятьдесят. Потом ты принёс какую-то пьесу для театра киноактера. Я её даже, по-моему, не читал, потому что там был режиссёр. Я просто… Это был Обжора, кстати. Обжора? Да, всего-то на все. Ну, ещё антрепризм. Потом я прочёл Леонардо. Это пьеса «Скелет дракона» о художниках итальянского возрождения. Там в центре сюжета Леонардо да Винчи. А какое второе название? «Скелет дракона». А второе? Это которое вы придумали уже потом. «Леонардо. Дивный и небесный». Мне не нравится. Что-то такое, да? Я уж не помню. Я помню. Но это лучше. Нет. Всё. Так вот, должен тебе сказать. Вот бывают случаи, когда ты читаешь и вот, знаешь, чувствуешь масштаб. И я понимаю, что далеко не все режиссёры смогут врубиться в эту, казалось бы, не очень даже драматургическую, очень монологическую пьесу, где действенная часть настолько кажется сложной, непреодолимой, что её просто поставить на сцене. Хотя на сцене можно всё поставить и можно даже эту действенную часть обозначить сценически всё. Но главное, я не представляю. Я много читал о «Леонардо». Я никогда не думал, что найдётся драматург, который так ёмко, мощно. Изнутри даст вдруг осветить эту странную, поразительную, фантастическую, холодную, нелюбящую людей, нелюбящий мир, анализирующую характер великого аналитика, но не сострадателя. Там это превосходно совершенно, там просто превосходно. И я могу говорить, к сожалению, об этом только в высоких словах, я не могу даже критиковать, потому что обычно я знаю, что изменить, что-то сказать, сделать. Я могу предложить, я достаточно внятно драматургически мыслю, но не в этом случае. Это идеальный, изысканный случай. И, кстати говоря, я единственное помню, попросил, когда я думал о себе, попросил вставить зонги, даже не зонги, а финальные, итоговые, как у Шекспира, так сказать, определённые. А что такие песни, рифмованные песни назидания, или рифмы назидания. И они меня потрясли. Я никогда не думал, что так остро, брехтерски можно писать. Ты знаешь, Миш, к сожалению... Борис Лейбович, да, сделал из меня поэта. К сожалению, я думаю, может быть, это и более сильная ипостась, потому что я с этим столкнулся потом и в твоей сказке. Комедия Дель Арте, это 300 лет тому назад сказка, собственно... Если мы вернёмся к обжоре, то там всё проще, там мне как бы всё ясно. Это профессиональнейшая пьеса, но не более того. А это прорывы. И сказка – это прорыв. Прорыв? Я даже не понимаю, во что. Причём репризма тоже бывает. Совершенно поразительные репризы. Совершенно поразительные. Я только у Брехта встречал такую острую, как бы репризную схему. Просто я жалею, я не понимаю, почему это не принимается, почему этого я даю тоже иногда прочесть, потому что мало кто видит это. Я только, как ни странно, объясняю это их удлостью, потому что чётко знаю, чётко знаю, что это поразительные, это уникальные пьесы. Я редко говорю по нигерике, но я их не люблю, поскольку, ну что ж петь другим, надо себе сначала спеть, но тут это потрясающе. Вот эти две пьесы, мне кажется, они являются, Леонардо – это вообще прорыв в театральной драматургии, в театральном зрелище, и в зрелище театральном, и в театральной драматургии, которые требуют каких-то других совершенно подходов, но опять-таки подходов не шоу, а театра. Поэтому, Миш, я, правда, к счастью, я должен сказать, что я прочёл одну пьесу по Булгакову, по-моему, она была ужасающей. Это мне доставило большую радость, потому что не всё же писать. Но тут вы не правы, Миша. Это нервная, так сказать, как бы настриженная из психопатических эпизодов Булгаковской пьесы. Просто вам нравятся больше холодные персонажи, чем страстные. Нет, это ещё холоднее. Они противоположны. В том-то всё и дело, это ещё холоднее. Как я сказал однажды о творчестве Тарковского, ну, исключая Рублёва, что у Тарковского, причём у его таланта, душу заменяли нервы, подменяли. Поэтому это кажется страстным, это было всё холодно, там не было души. Я вообще, конечно, если бы у меня были ещё те связи, которые когда-то были, потому что очень многие ушли, очень многих нет. Круг сужается. Поэтому, конечно, я бы всё сделал, чтобы, если хотя бы не поставить, хотя я бы очень хотел поставить Леонардо и сказку, очень хотел, особенно Леонардо, если бы не поставить, то хотя бы опубликовать этот сборник твоих пьес, потому что мне кажется, что нормальный, даже грамотный театровед и рецидент могли бы открыть там совершенно новый класс драматургии. Грамотные театроведы, welcome. Но я надеюсь, что мы ещё поработаем вместе. Я всё-таки в это верю. Я очень хочу, потому что это моя мечта. Я бы в любых условиях мог, вот дай мне актёров, сцену и трёх столяров. Одного плотника. И одного плотника. И мне ничего больше не надо. Музыку я бы сам подобрал. Я бы сам подобрал, потому что есть высочайшая классика. Потому что Леонардо – это высочайшая классика. Вот таким образом меня Борис Леевич Бланк только что произвёл в классике. Мне кажется, на этом можно и закончить. Спасибо. Всего доброго, Борис Леевич. Спасибо вам огромное. Спасибо, мои золоты. Спасибо.